Глава третья. Пьедесталы, алтари и золотые клетки. Пьедестал – подставка для объекта поклонения, алтарь – место для жертвоприношения, золотая клетка – тюрьма, удерживающая заключенного соблазнами и эмоциями. Эпиграфы. Я не завожу отношений, я беру заложников. Популярная фраза в группах «12 шагов». Не знаю, почему у нас ничего не вышло, у нас же было столько общего, мы оба любили его и ненавидели меня. Неизвестный автор. Хотя тревожная привязанность так или иначе влияет на все аспекты жизни взрослого славного человека, очевиднее всего она проявляется в одной области – в любви. Романтические отношения для кого угодно могут быть как раем, так и адом. Нет ничего сравнимого со счастьем ощущений любви и страсти, нет ничего более ужасного, чем боль отказа. Хитросплетение любовных историй, волшебных воссоединений и трагических расставаний существует повсеместно со времен Адама и Евы. Для славных людей подобные драматические крайности регулярны и даже ежедневны. Метание «любит-не любит» создают эмоциональные американские горки, побуждающие на славные поступки, такие как постоянные извинения и уступки. Пьедестал – идеализация возлюбленного. Мы все мечтаем о совершенстве, целостности и наслаждении. Иногда мы проецируем эти мечты на человека, идеализируя его. Это может быть возлюбленный, учитель, родитель или кто-то далекий. Обычно идеализирующие фантазии быстро проходят, как только мы сталкиваемся с реальным человеком, с его слабостями и пределами возможностей. Идеализация типична для начала отношений. Влюбленные смотрят друг на друга через розовые очки, они полны смелых и несбыточных надежд. Им кажется, что с ними случилась самая большая любовь всех времен и что судьба улыбнулась им. Они наконец-то отыскали по-настоящему родственную душу. Большинство пар быстро проходит стадию романтической страсти. Идеализированные ожидания вытесняются реальным опытом, пережитым с другим простым смертным. Иногда в огне страсти погибают все чувства и отношения заканчиваются или продолжаются лишь формально, либо из вежливости. В лучшем случае пара учится заботиться об огне, используя его для тепла и пропитания, и тогда страсть становится скорее средством, нежели смыслом отношений. Об этом мы поговорим в третьей части аудиокниги. Славные люди будут изо всех сил цепляться за свои идеальные фантазии, особенно когда речь идет о любви. Они уверены, что у них обязательно должен быть возлюбленный, достойный подлинного обожания, чье возвышенное положение превращает любовь в волшебное приключение. Им кажется, что обычный человек и обычные отношения их не удовлетворят. Конечно, несправедливо идеализировать и обожествлять простого человека. Ни один мужчина, ни одна женщина не способны вынести таких требований и рано или поздно начинают прогибаться под весом завышенных ожиданий. К сожалению, славные люди не терпят разрушения иллюзий. Слушайте девятую главу «Практика избавления от иллюзий» и готовы на многое, чтобы сохранить их. Они будут крепко держаться за идеальный образ своего возлюбленного, яростно отрицая несовершенство этого человека. Важно понимать, что славные люди часто не отдают себе отчета в идеализации, исключают такую возможность и будут все отрицать, если им на это указать. Причина же одновременно проста, сложна и разрушительна. Славные люди не могут справиться с болью и страхом, вызываемыми близостью с обычным человеком, поэтому все, что им остается, это идеализировать его. Обычные люди бывают эгоистичны, равнодушны, нечувствительны и грубы. Обычные люди могут их покинуть. Славные люди мечтают о непоколебимой безопасности, которая им была так нужна в детстве, которую они так и не получили. И раз взрослые отношения не дают такой безопасности, им часто приходится фантазировать о своих нынешних или будущих возлюбленных. Они бессознательно идеализируют их, создавая пьедестал, призванный сдерживать пугающую реальность. Со временем этот пьедестал создает дистанцию и искусственность в отношениях, мешая той самой безопасности, о которой им мечталось. Питеру и Шеннон было около 25, когда они познакомились на свадьбе друзей. Благодаря случаю, или, как сказал бы Питер, судьбе, им выпало идти парой к алтарю в ходе церемонии. В тот момент Питер мечтал, чтобы эта репетиция продолжалась всю ночь. За ужином выяснилось, что они оба интересуются водными лыжами и восточной философией. Питер решил, что Шеннон – самая красивая женщина, которую он когда-либо встречал. Он не мог удержаться от того, чтобы представить, как она идет к тому же алтарю, вся в белом, как она клянется ему в вечной любви. На Шеннон свадьба тоже произвела магическое действие. Ей понравилась мальчишеская улыбка Питера и его приятные манеры, поэтому она обрадовалась, когда через несколько дней он позвонил и пригласил ее на свидание. Прошло шесть лет. Питер и Шеннон какое-то время встречались, были помолвлены, разошлись, снова сошлись и даже умудрились пожениться на фоне неразберихи и ругани. Шеннон, не особо понимающая, что ей делать со своей жизнью, недавно задумалась о том, не пойти ли ей в аспирантуру. Сегодня Питер сделал ей сюрприз, сказав, что он увольняется со своей работы и принимает предложение инвестиционной компании. Он объяснил свое решение тем, что хотя это означает уход с любимой работы, это позволит ему содержать их обоих, пока она учится. Шеннон почувствовала себя неловко от этого щедрого жеста, но не смогла понять почему. Она думала, что должна быть благодарна и счастлива, что ее муж настолько щедр. Вместо этого ее терзает смутное ощущение вины, она чувствует себя обязанной. Кроме того, ее раздражает показная демонстрация заботы и, как ни странно, она чувствует к мужу легкое презрение. Питер, который втайне надеялся на большую благодарность, скрывает разочарование с улыбкой и спрашивает, не хочет ли она выпить чаю. Вначале Шеннон казалось, что она получает долгожданное внимание и обожание, ведь так приятно, когда тебя так почитают. Она грелась в лучах внимания Питера. Но теперь, будучи объектом обожания Питера, она чувствует себя, ну да, как объект. Питер поклоняется богине, которую он нашел в Шеннон, зачастую не видя ее саму. Это кажется, Шеннон неискренним отношением, но она не может понять почему. Неосознанная идеализация Питера, именуемая в психоанализе проекцией, работает как дешевый ароматизатор воздуха, скрывающий все, что может пахнуть неприятно. Питер не сказал бы, что Шеннон идеальна, но он часто допускал, что мысли ее чисты, намерения достойны, даже когда правда могла быть чуть более прозаичной. Если Шеннон не справляется с его ожиданиями, плохо с ним обращается или высокомерно разговаривает, он скорее всего решит, что сам напросился или просто неправильно ее понял. А вы ставите своего избранника на пьедестал? Возможно, вы ставите своего нынешнего или будущего партнера на пьедестал, если вам кажется, что жизнь без него будет скучной и бессмысленной, если вы бесконечно дорожите его хорошими качествами, если вы склонны прощать или объяснять его проступки, если люди, которым вы обычно доверяете, не особо высокого мнения о нем, если вас выводят из себя несоответствие его поведения вашим ожиданиям, если вы не можете понять, что он в вас нашел. Славные люди – мастера романтических проекций, идет ли речь о давнем знакомом или о том, кого они только встретили. Если муж не особо силен в общении, про него можно сказать «в тихом омуте черти водятся». Привычка подруги вторгаться в частную жизнь превращается в «она просто очень заботлива». Сильные стороны раздуваются до «она самая» или «он лучший». Разумеется, никто не считает своих близких безупречными, просто на них смотрят сквозь розовые очки. Алтарь – жертвовать, чтобы угодить. Решив уволиться с любимой работы, Питер приносит жертву, которую он оправдывает любовью. Ведь Шеннон – его избранница, а любовь требует жертв, разве не так? Питер не просто верит в девиз «любовь причиняет боль». Он пропагандирует его. Он ожидает, что отношения потребуют от него отказываться от важных для него вещей, и порой он готов пройти сквозь боль и потери, чтобы показать, как сильно он предан Шеннон. Питер верит, что его стремление отдавать – знак пылкой любви к Шеннон. На самом же деле, это знак его сильной потребности быть в безопасности. Он втайне надеется, что такое большое одолжение еще больше обяжет Шеннон, и она никогда не покинет его. Шеннон – богиня. И Питер верит, что она даст ему безопасность и уверенность, которых он не мог получить от мамы с папой. Он верит, что именно для этого отношения и нужны. Питер использует свой любимый инструмент – славность. Когда он испуган, когда ему больно, когда ему нужно успокоение или поддержка, он будет славным, надеясь, что это позволит ему купить немного любви. Если сразу не получилось, он будет стараться еще сильнее. Он станет суперславным, мегаславным, турбославным. Но эта славность не приспособлена для того, чтобы Шеннон было хорошо, она должна сделать ее обязанной. Поэтому щедрость Питера в конце концов принимает форму жертвы. Так было в детстве, и так есть сейчас. Он готов переносить пренебрежение, он готов пожертвовать собой ради того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Это скрытое торговое соглашение, условия которого никогда не произносились вслух. Поэтому нельзя сказать, что у Шеннон есть выбор. Питеру позарез нужен способ контролировать чувства Шеннон. Поэтому он постоянно пытается поймать ее с помощью обязательств. Фактор жертвоприношения. В своей книге «Вся президентская рать» Боб Вудвард и Карл Бернстейн приводят анекдот про Гордона Лидди. Лидди как-то раз, будучи на вечеринке, показывал свою выдержку, держа руку над пламенем свечи, пока плоть не начинала гореть. Кто-то спросил его, в чем фокус? И Лидди ответил, фокус в том, чтобы не обращать внимания. Это звучит жутковато, но примерно такие же процессы включаются, когда славные люди приносят жертвы. Они могут полностью пренебрегать собственным эмоциональным комфортом, не обращая внимания на ненужную боль или вред, надеясь на то, что некто их похвалит. Лидди был в здравом уме и сознательно игнорировал вред, причиняемый его ладони. Славные люди, в отличие от него, чаще всего не имеют понятия о том, что они становятся уязвимыми или причиняют себе вред. Славные люди не способны относиться к себе как к людям, достойным заботы. В случае с Питером в нем должен был зародиться сильный протест. Подожди-ка, это отличная работа, такой не надо разбрасываться. Этой причины недостаточно для увольнения, я не должен так с собой поступать. Но подобные мысли, даже если они и появляются, звучат как робкий ропот, который легко подавляется потребностью Питера в любви Шеннон. Он не сможет противиться страху потерять ее любовь. Золотая клетка. Возлюбленный пленник. Эпиграф. Питер тыкву ел одну, удержать не мог жену. Спрятал в тыкву, вот тена, навсегда со мной жена. Сказки матушки усыни. Когда славным людям удается найти любовные отношения, которые они хотят сохранить, радость обычно сопровождается растущей тревогой, глубоким страхом потерять объект своей страсти. Этот страх обычно остается незамеченным и проникает в подсознание, озадаченное тем, чтобы возлюбленный не ушел. Не отдавая себе отчета в том, что они делают, славные люди начинают строить золотую клетку для своего избранника. Саша только что сделала робкую попытку создать золотую клетку. Восьмилетний Мадлен может показаться, что она вдруг стала заложницей отношений, из которых ей не вырваться. Третьеклассница Саша хочет, чтобы Мадлен была ее подругой. За ланчем она отдает Мадлен свой кекс. И когда дар принят, Саша объявляет. Отлично, теперь мы лучшие подруги. Подобную золотую клетку можно обнаружить и у Питера с Шеннон, хотя слагаемые взрослых брачных игр куда сложнее. В отношениях Питера и Шеннон есть место искренней любви и заботе, но там также нашлось место золотой клетки, которая медленно, но верно создавалась на протяжении нескольких лет. Золотые прутья клетки можно перечислить. Зависимость. Шеннон финансово зависима от Питера, особенно если она пойдет учиться или родит ребенка. Изоляция. Время Шеннон постепенно было монополизировано отношениями, а связи с друзьями и родственниками сведены к минимуму. Обязательство и долг. Постоянные щедрые самопожертвования Питера обязывают Шеннон, а невысказанная договоренность подразумевает, что она должна быть преданной мужу. Вина и стыд. Хроническая славность и привычка Питера оправдываться и защищаться подчеркивают, что его не в чем обвинить. Шеннон чувствует вину, когда сердится на него и начинает себя ненавидеть при мыслях о разводе. Жалость. Питер дал понять, что будет буквально убит горем, если Шеннон не захочет быть с ним. Эти золотые прутья – своеобразный контракт между партнерами, при этом оба они принимают участие в построении золотой клетки. И хотя контракт негласный и неосознанный, супруги чувствуют себя более обязанными друг другу, чем подразумевает обычный брак. Каждый человек примерно представляет, что он отдает, а что получает взамен. Славные люди обычно имеют одинаковые ожидания от отношений. «Я буду стараться изо всех сил, я пожертвую собой, я буду безупречно правилен. Ты никогда не будешь меня ругать, не откажешь мне, никогда меня не покинешь». Партнер может разделять эти ожидания или сопротивляться им, но он будет ощущать давление, принуждающее им следовать. Стоит отметить, что золотая клетка почти невидима. Все нюансы отношений Питера и Шеннон – зависимость, изоляция, обязательства и долг, вина и стыд, жалость – возникли совершенно незаметно для обоих. Контракт был оформлен без обсуждений, без осознанного согласия. Обещание безусловной любви – самый прочный пруд золотой клетки. Эпиграф. Доверием мнимым держится любовь. Уильям Шекспир. Сонет 138. Когда люди представляют чистейшую форму любви, они часто используют выражение «безусловная любовь». Мы привыкли говорить, что Бог любит нас безусловно, что мама с папой должны любить своих детей вне зависимости от любых условий. Многие пары также могут сказать, что любят друг друга безусловно. Есть серьезные указания на это в брачной клятве. В болезни и здравии, богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас. Для славных людей это обычно означает, что партнеры будут любить друг друга вечно, что бы ни случилось, что бы кто ни натворил. Над этой клятвой стоит хорошенько поразмыслить. Мы же не можем всерьез сказать, что то, что может случиться или то, что сделает наш партнер, не имеет никакого значения. Нетрудно представить себе крайности вроде побоев или предательства, которые могут и должны привести к концу отношений, даже если не всегда просто определить ту грань, которую лучше не переступать. Но где бы эта линия ни проходила, обязательства не могут быть безусловными. Зачем же мы утверждаем обратное? Для славных людей такая клятва – попытка стереть страхи, вызванные тревожной привязанностью, чтобы установить безопасную связь, которой не хватало в детстве. Клятва в безусловной любви становится самым прочным прутом золотой клетки. Устоять невозможно, как невозможно отказаться от спасительного лечения для смертельно больного человека. Но эта ловушка столь же опасная, как троянский конь, впускаемый без сопротивления в глубину сердца. С другой стороны, есть множество причин давать брачные или другие долгосрочные клятвы. Традиционные обещания, которые мы уже упоминали, могут быть даны с чистыми намерениями. Это способ выразить взгляд обоих партнеров на отношения. Обещания, призванные противостоять сложностям и угрозам жизни, которые рано или поздно наступят. Расколотое сердце, сотворение богинь и принцев Как говорилось в первой главе, тревожная привязанность возникает из-за того, что в раннем детстве связь с родителями носила противоречивый характер. Иногда любовь и взаимопонимание присутствовали, иногда за них приходилось платить, а иногда получить их было невозможно. Воспоминания о получении долгожданной любви, ужасной боли, когда этого сделать не удавалось, и то и другое осталось в памяти. Ребенок не мог примирить этот опыт, и потому возник внутренний раскол. Тревожный ребенок вырастает в славного человека, и этот раскол скрыт в глубине его души. В результате у славного человека есть два противоречащих друг другу убеждения, и он держится за оба. Он одновременно считает, что «большая любовь излечит мою тревожность и придаст моей жизни смысл», и «рано или поздно со мной будут плохо обращаться, меня отвергнут и оставят». Славные люди не знают, как примирить эти два убеждения, но не могут отказаться ни от одного из них. Если они мечтают о волшебной романтике, то в голову быстро приходит мысль – парень или девушка, их мечты, непременно их отвергнет и обидит. Если же они пытаются смириться с мыслью, что обречены на бесконечное разочарование и боль, неугомонная надежда на идиллическую любовь, то и дело мелькает перед ними. Шторм чувств Питера был вызван внутренним расколом. Страх быть отверженным заставляет Питера представлять худшее и сводит его с ума, когда Шеннон предпочитает гулять в одиночестве. Чувство надвигающейся трагедии усиливается, поскольку Питер идеализирует Шеннон. Она богиня, и поэтому есть опасность ее потерять. Питер обязан вернуть ее и окружить вниманием. Он испытывает экстаз, когда она принимает его предложение. Когда Питер и Шеннон встречались уже примерно полгода, они отправились вместе в отпуск на ближайший морской курорт. Однажды утром Шеннон сказала Питеру, что хочет прогуляться по берегу. Питер спросил, хочет ли она, чтобы он составил ей компанию, и был поражен, когда она сказала, что предпочтет сделать это в одиночестве. Он выдавил жалкую улыбку и ответил, что не возражает. Следующие часы Питер провел, блуждая вокруг домика, переживая поочередно беспокойство, боль и злость. Злость на себя, потом на нее, потом снова на себя. Он-то был уверен, что нашел любовь всей своей жизни. Почему же она так с ним поступила? Шеннон и не думала его обижать. Она даже не подозревала, что утром Питер расстроился. Ей просто захотелось прогуляться в одиночестве. Она вернулась ближе к вечеру. Питер тщательно подготовился, накрыв стол со свечами и расставив цветы по всей комнате. Шеннон была потрясена таким сюрпризом, хотя это было немного чересчур. Она обняла его и нежно поцеловала, а потом убежала принять душ перед ужином. Питер почувствовал облегчение и радость воссоединения, счастливый от того, что он любит такую поразительную женщину. Плохая и хорошая новости. В конце концов, результат внутреннего раскола славного человека, его противоречивые убеждения, оказываются двумя сторонами одной медали. Сотворением богини или принца, слушайте девятую главу, практика избавления от иллюзий. Каждая сторона нуждается в другой и неотделима от нее. Вся же конструкция держится на сильнейшей тревожности славного человека. Возвышение идеализированного возлюбленного – пьедестал, принесение жертв – алтарь и заключение – золотая клетка. Все это вытекает из особенностей славного человека. Плохая новость такова. Чтобы измениться, славным людям недостаточно запомнить новые стратегии и выучить новые роли. Хорошая новость. Волшебная трансформация все-таки возможна. Она опирается на развитие внутренней силы и сострадание к самому себе, что необходимо для полного изменения славного человека.